АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Николай, с добрым утром. Неужели ваша супруга силком привела вас, богатыря, в модный суд? Да, это правда. Я истец по неволе. Меня Алена, можно сказать, заставила силой прийти на модный приговор. И вы, вам что, не нравится, как она одевается? Ну, если честно, она выглядит, как серая мышь в последнее время. А вы бы хотели? А вот раньше она выглядела... Чтобы была жар-птица. Можно сказать так, да. Да. Раньше я вообще влюбился в нее с первого взгляда. Это просто был какой-то космос. Это мини-юбка у нее была открытая. И вы в юбку как раз влюбились или в нее? Это две большие разницы. Нет, это как дополнение было. А у нее были мини-юбки, о-ля-ля, скажу я вам. И у нее телевизор даже дома есть, она обеспеченная. И гордина. Красиво, красиво. Еще есть фотографии, или вот только это. А вот как та же самая девушка, очень красивое лицо. Если вы хотите, чтобы она одевалась так же ярко, как Надежда Бабкина, мы можем обеспечить. Что скажете, Алена? Вы зачем супруга привели в модный суд? Уважаемый Александр, весь модный суд, я привела сюда супруга, чтобы... и себя, чтобы сохранить наш брак. Почему? Он дал трещину? Да, дело в том, что женаты мы 4 года, и не все у нас гладко. Почему не гладко? В последнее время супруг перестал обращать на меня внимание. Потому что вы одеваетесь серо, он хочет видеть вот такой яркости. Ну, он вот говорит, что любит меня как друга, любит меня как близкого человека, но совершенно не видит во мне женщину. Какой наглец. А ведь видел, когда была маленькая юбочка-то, а? Ну, если в спортивном костюме она ходит, какая она женщина? Тренер. А на тренеру у нее тоже такая же специальность, как у вас? Это у вас просто такие аппетиты? Она хочет женщину видеть сексуально. Просто у вас аппетиты неумеренные. Дело в том, что я понимаю, что муж-то от меня никуда не уйдет. Нет, он может. Ну, вот у нас квартира, машина, дети. Это не важно, они могут, они могут. Это не держит, даже не заморачиваясь, это не держит. Вот в том-то и дело я стала переживать, что если вдруг найдется красотка, которая ему тоже пообещает, он может и уйти. Вот и на чем вот это все останется, куда, на кого. Да, и будет на вас квартира, машина, дети. Но, в принципе, если он будет уходить, оставьте все на себя. Мой совет, как судьи, перепишите поскорее. Все движимое и недвижимое. А дальше как он хочет? И если будет уходить, не держать, да? В принципе, нет, потому что если он уйдет к другой, ее будет ждать та же участь. У него, наверное, просто очень такой юркий взор, и он хочет новизны и ищет. Александр, вы что-то это самое размечтали. Знаете, лучше на вещи посмотрим. Давайте вещи посмотрим поскорее. Приступайте, пожалуйста. А потом кто-то удивляется, что муж потерял интерес и перестал воспринимать как женщину. Вот, пожалуйста. Какие-то детские недомерки. И вот эта тема, вероятнее всего, его как-то не заводит. Вот жалко, что не заводит. Такая хорошенькая, правда, да? Вот это, наверное, заводит, да? Это очень заводит. Спортивные костюмы, которые она старается выбирать так, чтобы они выглядели нарядно, конечно, могут разбить любовную лодку. А быт жена беспокоится не просто так. Здесь сразу не способны. А вот здесь она, судя по всему, просто не знает, что же делать. То есть она и сразу-то уже приклеила к этому плюшевому костюму. И красные брючки выбрала для того, чтобы спортом заниматься. И видите, у джинсиков размер совсем маленький, девушка стройная. А все равно что-то дело на лад не идет. Казалось бы, почему? Не идет на лад-то, а? Вот поэтому муж беспокоится на тему того, что жена превратилась в серую мышь. Несмотря на то, что к этим вещам особенных претензий нету, они по факту являются самым нарядным из того, что есть в гардеробе этой молодой женщины. То есть все остальное, это какие-то свитера... Теплый вариант. Водолазочки, тепленькие. Но, пардон, это же не молодая бабушка, перед нами сидит молодая мать. И ей необходимы какие-то более репрезентативные вещи. Тем более, что у нее такой бодрый муж, видите, вот спортсмен. Часто уезжает. А она все показывает ему вещи в полуспортивном стиле. Либо то, что любой мужчина, не особенно знакомый с модой, будет считать наследством мод любимой бабушки. Спасибо большое, Велина. Присаживайтесь. Спасибо. И вам, Николай. Займите свое место. А я вызываю нашу обвиняемую. Алену Васильеву. Пожалуйста, Алена. Душенька, я знаю, что вы очень активно изучаете страницы мужа в интернете. Что вы там нашли? Я там нашла миллион красоток, на которых любуется мой муж. Вот он постоянно любуется. На Оксану Самойлову, Ксению Бородину, Анну Седокову. Так, может быть, он фанат? Ну, вы знаете, таким фанатом он никогда не был. А тут прям как не откроешь страничку, так все они, все они. Ну, так это хорошо. Ему стали нравятся пухлые губы, которых он требует от меня. Говорит, иди увеличивай. Фотографии с нашей семьей он не выкладывает. Фотографии со мной он не выкладывает. Такое ощущение, что нашей семьи вообще не существует в интернете. Ну, все-таки эти красотки ведь нереальные, они же не приходят к нему домой, пока вы ходите на тренировки. Ну, если они приходят к нему в фантазии. Они же виртуальные, они все знаменитые. Ну, а почему он не может фантазировать? Это реальный мужчина, ему нравятся красивые женщины. А вы хотели, чтобы он влюблялся в волнистых попугайчиков? В какой-то момент наши интересы совсем разошлись. Ему стали нравиться такие обнаженные красотки. А я-то общаюсь, например, с мамами детей, делюсь какими-то домашними секретами, способами готовки. Это важно, да? Закатки огурцов. Это тоже очень важно. Передаю слово Надежде Бабкиной. Алена, ты хитровато действуешь. Ты превратилась в серую мышь и возмущаешься стоишь. Как так? Так все же по его желанию. Каким образом? Мы когда познакомились, он мне начал предъявлять претензии, что я слишком вульгарна, слишком яркая, слишком вызывающая, развратная. Что он мечтал о целомудренной женщине, что он мечтал о женщине скромной. Мы познакомились на спортивной базе, и он пригласил нас играть в бильярд. И когда, естественно, я в облегающей юбке, в красивой кофте с огромным вырезом, я там наклонилась над бильярдным столом, естественно, он не устоял, он влюбился. А во что он влюбился-то? Ну, я так понимаю, в вызывающий вид и формы. Вот вы ответили на вопрос. Значит, если хотите поддерживать отношения, сохраняйте хотя бы дома этот вызывающий вид и формы. Значит, он не влюбился в вас. Он влюбился в ту оболочку, которую вы представляете. Она секси. Нет, он и влюбился как раз, потому что у него сердце заколотилось, и сердце рвется из штанов. Понимаешь, ты, глядь, глядь, глядь. Ты потом-то, когда мы начали встречаться, я проявила чудеса вообще заботы, стала кормить пирожками. Пирожками. Оделась скромно. Все для него делала. Создала этот образ любящей жены. Так. Он мне сказал, как бы, все меня устраивает. Потом я поставила вопрос ребром, говорю, либо ты женишься на мне сейчас, либо не женишься никогда. И он на следующий день поехал к моим родителям просить мои руки. И, собственно, конечно, когда я родила, я стала целомудренной клушей, но что хотел, то и получил. Не, ну ладно, получил-то понятно. Вот странные мы женщины, да, просто вопрос поставлен, побежали исполнять. Это совсем неверно. А теперь он тебе демонстративно показывает свое увлечение такими роскошными роковыми красотками. Так, что ли? Ты его застукала? Было пару моментов. После рождения первого ребенка мы поехали в Египет. Муж там совершенно не был настроен на какую-то романтику или интимность. Он ездил по дискотекам, да, по тусовкам. Один. А меня отправлял на пляж. То есть я днем на пляже одна, а он отсыпается. А ночью он на дискотеку. Я на одну такую дискотеку заявилась, а там муж зажигает двумя близняшками. Как зажигает? Там откровенные какие-то танцы, да, брудершафт, не брудершафт. Все так, как бы, располагающе, смех, все им весело, все хорошо. На утро я даже не получила ни одного объяснения, да, и никаких извинений тебе, ничего. А он видел тебя там, когда ты его застукала-то? Ну, он так мельком видел, но я не уверена, что он меня заметил. Вот именно, вот именно. Поэтому этого ничего не было. Это бешено. Вам просто показалось, это был не ваш муж, это был чужой муж. Александр, вас говорит мужская солидарность. А что, послушай, а что там за Лена на горизонте нарисовалась? Когда мы отмечали Новый год на базе отдыха, я была на восьмом месяце беременности. Несмотря на все это, я подготовила мужу подарок, подарила ему дорогой телефон. Хотя я в ту ночь осталась совершенно без подарка. Взяла у подруги красивое платье, одела вот такие каблуки. Вот такие. Все для того, чтобы муж наконец-то обратил на меня внимание. Он вел какие-то светские беседы, танцевал, разговаривал, фотографировался с другими девушками. На меня совершенно не обращал внимания. И вот тогда для меня прозвенел первый звонок. Я взяла его телефон и решила проверить сообщение. Правильно, это надо делать регулярно. Открываю. И там? Читаю. Лена, ты лучшая женщина, я тебя всю жизнь буду ждать, почему ты не отвечаешь на мои звонки. Типа того, что... Это была интернет-игра, вы не поняли ничего. Да. Это была игра в призраки, называется. Я испугалась. Думаю, надо проверить. Но какое-то мое женское начало, да, сказал... Вот именно мужское, как вы сказали. Успокойся, успокойся, не обращай внимания. Это, наверное, какой-то друг взял телефон, отправил своей девушке смс-ку. Ну вот так... Я тоже так думаю, так и было. Притупилась. Я позвонила Лене. Она мне... Это был... Ты что, Алена? Я понимаю, что ты жена. У нас с ним ничего нету. Четыре месяца мы просто переписываемся. Правильно, они просто переписывались. Четыре месяца. Да, это были уроки орфографии. Я нашла ее... Я нашла ее страничку. Так. Я нашла ее страничку в интернете. Ну что, мне с экрана улыбалась красотка с вот такими вот пухлыми губами, с телом модели. Ну, естественно, я могу понять, что они там не просто переписывались. Что за переписки по четыре месяца? Знаешь, все мы бабы-дуры. Это сто процентов. Сама возмущаешься, а оправдываешь, защищаешь. Это мне показалось. Это он не так. Я позвонила. Она... Слушайте, ребята, вы оба хороши. Коля, ты должен уважать маму своих детей. Чувство ее ценить в конце-то концов, понимаешь? И сделать все, чтобы она не нервничала, не психовала, чтобы она не контролировала тебя, чтобы было полное доверие. И стирайте смс-ки. А ты обратил внимание и все такое прочее. А тебе, я хочу сказать, Алена, нечего лазить под другим телефоном. Правильно. Даже если он тебе родной и близкий. Если ты ему доверяешь, ты с ним живешь. Двоих детей нажила. Какие могут быть здесь вопросительные знаки? А что касается вот этой всей сложившейся ситуации, я скажу так. Он тебе намекает вот этими фотографиями, ну поменяйся, ну покажись передо мной вот такой красивой. Меня они не интересуют как женщины, меня интересует образ, привлекательность и вот это притяжение. Тебе не трудно это сделать, господи, фигура потрясающая, сама молодая, звонкая. Ну разве трудно? Конечно нет. И тогда ему будет хорошо и тебе. В твоем программе «Модный приговор» на Первом канале мы слушаем дело о неспортивных интересах штангиста Коли. Итак, Алена, вас будет опрашивать Эвелина Хромченко. Приступайте, пожалуйста. Ален, я вот не вижу никакой проблемы в том, чтобы сделать то, чего просит от вас Коли. Он хочет, чтобы вы выглядели привлекательно, ярко. Он показывает вам примеры. Подписался в соцсетях на страничке дам, которые вам не так нравятся, как ему. Но так или иначе, он же демонстрирует, маячки-то ставит. Он прекрасно понимает, что вы заняты с двумя детьми, так он готов взять на себя заботы о детях и дать вам возможность сделать себя красивой в его вкусе. То так воспользуйтесь этим, повесьте деток на него. Он прекрасный отец. Он, между прочим, роды принимал вместе с врачами. Не каждый на это способен. Особенно такие впечатлительные люди, как спортсмены, вовсе не все ходят на роды своих жен. Он, это как-то, знаете, вот даже, можно сказать, подвиг такой мужской. Вот. И я уверена, мужчина, который пережил вместе с женой рождение своего ребенка, с удовольствием проводит время со своими детьми. Воспользуйтесь этим. Тем более вы такая красавица. У вас волосы такие замечательные. Это натуральный ваш оттенок? Да. На самом деле волосы, это вообще мой главный козырь по жизни. Ну, действительно. Я всегда ими как бы пользовалась для яркости. Я их никогда не красила, никогда их не резала, но старалась отращивать. И только стилистам модного приговора я доверю колдовство над своими волосами, для того, чтобы они помогли мне вернуть внимание мужа. Вот. Никогда сама я не решалась их отрезать или их там покрасить в какой-то цвет, потому что это всегда моя главная визитная карточка. Ну, я думаю, что наши стилисты отдадут должное вашим роскошным волосам и вряд ли сделают что-то такое, что вас сильно испугает, когда вы посмотрите в зеркало. Так или иначе, действительно очень красиво и стоило бы не делать пучок, а показывать мужу, какая вы роскошная красавица. А кому еще показывать-то, понимаете? Я думаю, что просто сам Бог велел, если у вас есть такие замечательные козыри, пользоваться ими беззастенчиво. Вот идеалы красоты вашего мужа нам уже известны. А вы как хотели бы выглядеть в идеале? Мне хочется какой-то компромисс найти между желаниями мужа и, так сказать, общественным мнением, чтобы, придя на родительское собрание, я могла невульгарно предстать предродителями сверстников моих детей. Давайте все-таки мух мы будем держать отдельно от котлет. Причем здесь родительское собрание? Там, где в углу прячется ваш муж с подзорной трубой для того, чтобы вас рассматривать. На родительское собрание вы идете для того, чтобы на вас смотрели родители, дети которых сверстники ваших детей, а с мужем вы идете на выход туда, где нет ни ваших детей, ни родителей, их сверстников. Совершенно другой контекст, понимаете? Потом дома дети уже спят, муж пришел с работы, вы совершенно спокойно можете порадовать друг друга. Почему же нет-то? Вам совсем не обязательно нести вот этот вот образ такой серьезной, солидной матери абсолютно везде, 24 часа в сутки. Женщина постоянно исполняет разные роли, не менее 8 в течение одного дня. Это правда. 8 женщин в одной – это классика жанра. Она и мать, она и жена, она и дочь, она и сестра, она и спортсменка, она и бизнес-леди и так далее и тому подобное. Она романтическая принцесса, и ангелочек, и дьявол, когда необходимо. То есть женщина постоянно меняется. И для каждого этого воплощения ей необходима собственная шкурка, собственный костюм. Потому что у роли не будет никакой убедительности в случае, если правильный костюм не подобран. Спасибо большое, Эвелина. Ну а впереди у нас модные советы. Что такое чебурашка для каждого из нас? Это и герой любимого мультфильма, и старая добрая мягкая игрушка, и счастливый талисман сборной России. А сегодня это еще и тренд в моде. Фактура старой доброй игрушки перенеслась на все мировые подиумы, в том числе и на главный подиум нашей страны. Давайте посмотрим, как носить чебурашку этой осенью. Встречаем наших моделей. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прокомментировать образы этих осенних луков я попрошу Эвелину Хромченко. АПЛОДИСМЕНТЫ Разнообразные верхние одежды, сделанные из тканей, которые действительно напоминают затертого додыр, любимого с детства чебурашку, на подиуме осени и зимы показываются то тут, то там. Причем размер ворса играет большую роль в данном случае. Давайте посмотрим на белую искусственную шубку. Будьте добры, покажите, пожалуйста, этот экологичный мех. Это вот как раз тот самый вариант меха, который максимально приближен к образу оригинального чебурашки. И действительно на протяжении длительного времени шубки такого типа вызывали ассоциации с чебурашкой. Я думаю, что подобного рода фактура в самых разных материалах, начиная от искусственного меха, который мы здесь видим, и заканчивая тканями с специализированно удлиненным ворсом, может действительно решить огромное количество проблем. Единственную проблему она не решает – это проблема тепла. Поэтому, пожалуйста, не рассчитывайте на нее слишком сильно в большие морозы. Большое вам спасибо. Пожалуйста, возвращайтесь. Только что мы увидели рыбий мех. Теперь давайте посмотрим на теплую пальтовую ткань с активным ворсом. Будьте добры, покажите ваше клетчатое пальто. Если наша камера сделает крупный план, вы увидите не только рисунок, но и активный ворс этого пальто. Тема махера в нем отражена очень явственно. Это немножко неудобно в случае, если пальто светлое, оно обязательно оставит ворсинки на пальто вашего спутника, потому что мужские зимние вещи, как правило, выполнены из практичных темных тканей. Что же касается этого, конкретно пальто, то оно весьма утилитарно, потому что тоже имеет довольно плотные классические цвета, но в то же время не скучное, потому что в клетке присутствует достаточно новый, и свежий, в нынешнем сезоне розовый оттенок. Такие пальто, пожалуй, самое актуальное приобретение в том тренде, о котором мы говорим сейчас, потому что они не демонстрируют какой-то совершенно явной стилистической идеи. Здесь не концентрированная, а несколько разбавленная рецептура и степень модности, она ровно такая, которую может позволить себе и внучка, и ее бабушка. Большое вам спасибо. Пожалуйста, возвращайтесь. И, наконец, находка нынешней зимы – это пальто из шерстяных тканей, из кашемиров, ворс которых очень рельефен, часто напоминает завиток и хорошо вписывается в тренд под названием «чебурашка». Будьте добры, покажите ваше пальто. Таких пальто очень много, и коричневые оттенки бывают разными, от темного плотного шоколада до светлого оттенка «камел». И важно в данном случае подобрать свой, потому что коричневый цвет сложный, и оттенки коричневого цвета могут как помочь выглядеть более ярко, так и полностью убить женскую красоту. Поэтому не забывайте, пожалуйста, подходить к окну в магазине на дневной свет, для того, чтобы увидеть в зеркале, как вы выглядите благодаря цвету того пальто, что вы надели. Все же пальто – это не маечка с «чебурашкой», которую можно поносить и купить новое. Пальто – это дорогая инвестиция, и следует быть практичными. Спасибо большое, Эвелина. Все о модном тренде «Чебурашка» вы найдете на нашем сайте – модный.тв. Оценить выбор героя и не записаться на участие в программе. Выслужить модные советы можно по телефону. Звоните с мобильного 0736. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Сегодня мы слушаем дело о неспортивных интересах штангиста Коли. Итак, Алена вместе с мужем Николаем сходили в магазин за новыми нарядами. Посмотрим, что они выбрали. Алена, какая вы замечательная и парящая. Это выбор мужа. Вам он нравится? Мне он нравится, но я не могу сказать, что я чувствую себя в нем уверенно. Потому что, мне кажется, платье коротковато. Давно не носили каблуки. Да, короткое платье. Вот. И как-то оно, мне кажется, мне уже кажется, что оно выглядит вульгарно. Вот. Непозволительная длина. Ну, мужу нравится. Видите, у него глазки-то загорелись сразу. Давайте выслушим нашего независимого эксперта. Сегодня у нас в гостях актриса театра и кино. Наталья Лесниковская. Здравствуйте. С добрым утром, Наталья. Здравствуйте. Что скажете? Ну, мне, на самом деле, образ очень нравится. Конечно, он не соответствует образу матери двух детей, которая вот с сумками тащит ребенка, другой за руку. Но я думаю, что муж выбирает одноряд. Он хотел, чтобы вы, может быть, вспомнили о том времени, когда вы только познакомились. И когда этого ничего не было, когда вы ходили, гуляли, обнимались, целовались, вот, наверное, этой романтики ему не хватает. Поэтому возьмите себя в руки, попробуйте примерить образ, который нравится вашему мужчине. Мне кажется, так. Спасибо. Спасибо большое, Наталья. Присаживайтесь, переодевайтесь, дорогая закулицами. Защитница, народная артистка России, Надежда Бабкина. Длина уже непозволительна, потому что двое детей. Хотя фигура роскошная. Каблуки, не знаю, я бы могла и позволить ходить на плоской подошве. Какая-то другая обувь, либо какие-то сапоги грубые, раскоженные. Здесь вот курточка такая, так почему же нет? Вот. Коль, направление правильное. И ты ей даешь намек на то, чтобы она обратила внимание на платье. Выбор огромный. На такую фигуру найти платье не проблема. Вот. А направление платья правильное. Поздравляю. Спасибо большое, Велина, ваша оценка. Меня совсем не беспокоит длина. У девушки, а ей 24 года, роскошные ноги. Вот просто роскошные. Муж совершенно прав, что хочет их открывать и показывать. А когда, собственно говоря, как не сейчас? Ну и что, что у нее двое детей? Да хоть пять. И что теперь? Спасибо большое, Велина. Второй выход нашей героини. Чем вы руководствовались, когда выбирали этот комплект? Ну, мне этот комплект кажется очень удобным. Но в то же время я учла пожелания мужа и добавила красок, добавила яркости. Мне кажется, что он как-то должен соответствовать его ожиданиям. Спасибо большое. Выслушаем нашего независимого эксперта. Пожалуйста, Наталья. Мне кажется, я поняла, чего хочет ваш муж. Это какой-то должен быть такой молодежный стиль, плюс немножко сексуальности. И в этом образе, мне кажется, нужна какая-то более открытая и на каблуке обувь, и, наверное, футболка более открытая. Что-то в этом есть затворническое, мне кажется. Спасибо, Наталья. Давайте спросим у мужа. Как вам то усилие, которое ваша супруга делает для того, чтобы вам понравиться вновь? Ну, вот джинсы мне нравятся. Что-то есть изюминка какая-то. А вот с кофточкой, мне кажется, надо добавить вырез. Вам хочется поглубже, да? Да. Переодевайтесь за кулисами. Вот сейчас мы слушаем Надежду Бабкину. А мне нравится этот комплект. Вы знаете, в нем есть динамика, какое-то азарство, молодежность. Вот это ее распущенные волосы, такие рыжие бестия, потрясающе. Они так смотрятся чудно. Коле понравилось, что у нее джинсы разорваны? Конечно, там тело увидел. Коле не нравится упаковка? Нет, потому что он там тело не увидел. Поэтому он говорит, поглубже вырез, коленки разодраны, отлично. То есть вот в этом есть такая некая игра. Она, правда, должна быть не пошлой, а такой достаточно привлекательной, что вот я хотел бы узнать ее поближе. Понимаете? Они совсем оголятся. Спасибо большое. Что скажете вы, Евлида? Я скажу, что Коля подписался на несколько профилей красивых молодых женщин в социальных сетях. Я хотела бы подчеркнуть, что на этих страничках все очень прилично, потому что эти молодые женщины, которые ему нравятся, они тоже молодые матери. Но они одеты определенным образом. Каким образом? Вот Коля продемонстрировал в своем собственном выборе, который мы видели в первом выходе. Наша же героиня стоит на ногах, прочно. Она хочет даже и выданные ей специально для этого нами деньги купить что-то очень практичное. И только в области джинсов делает комплимент мужу. А почему бы, собственно говоря, если уж вот так вот прилетели нежданные, негаданные деньги, не найти еще дополнительные возможности для того, чтобы освежить те базовые вещи, которых у нее и без того полно. Просто речь идет о том, что молодая женщина запаковывает себя на прогулки с детьми и правильно делает. Но вот когда она отправляется на прогулку с мужем, имеет смысл расстегнуть несколько пуговиц. Спасибо большое, Эвелина. Ну а сейчас третий выход. Скажите, вы довольны компромиссом? Да, я довольна компромиссом. Муж очень хотел платье. Мы сошлись на том, что платье достаточно скромное. Как бы для меня длина коротковата, но мужу очень понравилось. Муж доволен? Доволен. Муж доволен. А что скажет наш независимый эксперт? Наталья Лесниковская, актриса. Алена, мне кажется, у вас в гардеробе должно быть два отделения. Одно – дети и прогулки. Второе – муж. И они должны вообще не пересекаться. Вы должны четко разделять эти две половинки. Мне кажется, для мужа должно быть максимально все, с одной стороны, простое, с другой стороны, с изюминкой. Мне кажется, в этом платье оно слишком, для меня, обычное. В нем нет какой-то вот штучки, сумочки великолепные. А вот оно слишком стандартное. Попробуйте выбирать наряды с какой-то невероятной изюминкой, чтобы ваш муж запомнил все ваши наряды. Спасибо. Спасибо большое, Наталья. Спасибо. Выслушаем все вместе. Надежда Бабкина. Мне кажется, здесь самый главный изюм – это в том, что у Алены очень чувственные и тонкие отношения, большой любви к своему мужу и взаимность между ними. Весь вот этот шарм, мне кажется, в самой Алене, он в ней. Ее фигура, ее внешность, вот эта вот рыжеволосость – это так хорошо, правда. Такая очаровательная, наивная улыбка. Замечательно. Что касается длины, ну, не знаю, я с тобой, пожалуй, соглашусь, на пару пальчиков, да, чуть-чуть пониже. Не надо коленки прикрывать, тебе еще можно носить короткие вещи. Ну, на пару пальчиков. Вот. Туфли, может быть, не очень, это да. А в целом, очень красиво тебе это идет. Спасибо большое, Надежда. Слово Евелине Хромшенко. Ну, конечно, туфли скорее тяготеют к какому-то такому офисному дресс-коду, причем серьезной организации, где нельзя ничего эротичного, сексуально привлекательного надевать, а то, не дай бог. Я бы рекомендовала вам какие-то более интересные с точки зрения дизайна туфли, потому что платье очень простое. Поскольку платье простое, базовое, его можно оживлять какими-то аксессуарами, которые нетривиальны. Причем платье такого типа можно надеть с обувью на плоской подошве, с плотными колготками такого же цвета марсала и отправиться гулять с детьми, надев какое-то более или менее теплое пальто или шубку сверху. А можно снабдить его полупрозрачными колготками и какими-то очень экстравагантными туфельками, ну, например, с большим количеством разнообразных ремешков. Мужчинам, типа вашего мужа, это очень нравится, потому что вы прекрасно сложены, у вас великолепные формы ноги. Талия вообще, завидуйте, 69 сантиметров, а бедра 92. Сейчас это модельный параметр 90-60-90, это, так сказать, в прошлое немножко ушло. Идет акселерация моделей в том числе. Волосы прекрасные, красивое лицо. Я думаю, что этот комплект в качестве базового, только с заменой обуви, нужно иметь в гардеробе обязательно, тем более, что он устраивает вполне и мужа, и вас. А вопрос, связанный с длиной, вы легко можете корректировать за счет плотности колготок. То есть, используя это платье в своей повседневной жизни, вы плотность усиливаете. А выходя куда-то с мужем на прогулку или на мероприятие, или на встречу с его друзьями, это, кстати, немаловажно, вы делаете какую-то такую прозрачную, практически голую ногу. И все, мы счастливы, вы довольны. Спасибо большое, Эвелина. Настало время отправить Алену в руки к нашим стилистам. Вступайте в их волшебную комнату, меняйтесь, возвращайтесь в преображенный. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о неспортивных интересах штангиста Коли. Итак, наша героиня Алена побывала в волшебной комнате стилистов. Она очень волнуется, потому что не видела нового образа в зеркале. Давайте ее поддержим аплодисментами. Бурными аплодисментами. Алена, на подиум! Алена, на подиум! Алена, да чего же вы хороши! Вы себе понравились? Да, мне понравилось мое отражение в зеркале. Новое я. А вы знаете, вот тем временем, пока вы и я радуемся, я смотрю на лицо вашего супруга, штангиста Коли, и у него оно совершенно изменилось. Чуточку так даже перекос пошел в сторону левой штанги. Что случилось? Просто я вспомнил нашу первую встречу. Это аналогичное, как сейчас. Просто потрясающе сногсшибательно. Вот, видите? Давайте выслушаем мнение друга вашего супруга, штангиста Николая. Алена, стилисты очень хорошо на тобой поработали. У тебя преобразился вновь тот образ, который Коля видел раньше. Я уверен, что теперь у ваших отношений загорится та искра, которую он любился. И теперь ты в социальных сетях будешь находить не фотографии чужих жен, как было у Коли, а фотографии любящей жены. Спасибо большое. Спасибо, Николай. Дорогая, действительно, это полная победа. Переодевайтесь за кулисами, радуйте нас и далее. Надежда, ваша оценка. Ну что я хочу сказать? Вы знаете, многие девчонки, они и молодые девушки, и женщины, они пытаются на себя надевать такие одежды, чтобы обтягивать, подчеркнуть свои достоинства, на, мол, смотрите, все, вот какая я красивая, у меня в этом месте круто, а вот здесь я обтянулась еще. Вот Алена, мне кажется, она вообще не из тех девочек. Ей совершенно не нужно обтягиваться, не нужно надевать такие одежды, не нужно надевать мини-юбки, чтобы демонстрировать все свои прелести. Она настолько зажигательная, она настолько выразительная. И вот этот наряд, этот комплект, который сейчас по осени, просто чудесный, он просто незаменимый. Вместе и целомудренно, и женственно. Ну просто замечательно. Мне кажется, не придерешься. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, одежда. Слово Евелине Хромшенко. Конечно, козырь этого комплекта – маленький бомбер. Это удивительно хорошо комплектуемая вещь. Вот даже если представить себе платье, которое Николай выбрал в первом выходе, такое розоватое, разбеленное, с высокой юбкой, колокольчиком, и к ней даже этот бомбер замечательно подойдет. Цвет хаки – это его особенный козырь. Он не только подходит к оттенку волос нашей героини, делая его особенно огненным, он еще и вечный. То есть существуют такие базовые цвета, которые всегда будут в моде, никогда из нее не выйдут. Так вот, хаки – это один из таких цветов. Я надеюсь на то, что Алена получит этот бомбер в подарок. Спасибо большое. Посмотрим на второй выход Алены. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошенькая! АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, вот удивительно, с этим гримом, с этой прической и даже с этой биреткой вы стали походить на голливудскую звезду Джулию Робертс. Да? Спасибо. Да, это действительно так. Как вам этот вариант? Ну, вариант очень интересный. На самом деле я не тяготею к ярким цветам, но в этот раз мне кажется, что синий мне очень идет. АПЛОДИСМЕНТЫ А это вообще замечательный цвет, который идет рыжеволосым. Вы не ярко-рыжая, но у вас очень красивый рыжеватый оттенок волос, и у вас легкое веснущатое лицо. Это все очень-очень подходит к этому оттенку ультрамарина, или даже кобальт скорее. Вы замечательно выглядите. АПЛОДИСМЕНТЫ Троюродная сестра нашей героини Виктория. Ты такая яркая, прям звезда. Вот твой блеск в глазах. Я даже не могу сейчас. Вот теперь только так. Вот только вот, вот только так ярко так. Спасибо. Подруга Юлия. АЛЕНА, я тебя знаю уже с детства. Вот, ты всегда была красоткой, но сейчас ты просто восхитительна. Спасибо большое. Дорогая, переодевайтесь за пулисами. АПЛОДИСМЕНТЫ А пока мы слушаем Диану, подругу семьи. Вы знаете, я раньше, как бы, у меня Алена ассоциировалась с тем, как, ну, вот, моя подружка, с тем, с кем можно пойти куда-то погулять, походить в кино. А теперь вот эти образы, вы знаете, мне почему-то сразу ссаться вот это. Мэри Поппинс, до свидания. Теперь я ассоциирую как маму двоих детей, такую активную мамочку, которая будет участвовать в школе, в спектакле. Вот такая активная, жизнерадостная, счастливая жена. Спасибо большое. Итак, слово Надежде Бабкиной. А мне очень нравится, как стилисты поработали с ее волосами. Ну, красиво, пышно. Они и так у нее были замечательные. Вот этот блеск, вот этот рыжеватый оттенок, он ей придает какую-то шкодность, да. А цвета, конечно, яркие, да, они хороши. Ну, а почему нет? 24 года, молодая совершенно женщина, уже двое детей, вы понимаете? Это так важно. А потом надо сказать, что вот ее сейчас переодевают для того, чтобы у нее действительно началась совершенно другая новая жизнь, по-другому себя реализовывать. А не только кухня, борщи, щи, детишки в школу побежат, там детский садик, еще куда-то. А потом прийти, залезть в интернет и сказать, Коль, ты что делаешь-то? Там бабы такие красивые. Это ты куда смотришь? А я где? Я абсолютно убеждена, что этой проблемы не будет. Эти звоночки, которые начали раздаваться в этой семье, я думаю, они больше не будут актуальны. Правда, Коль? Спасибо большое, Эвелина. Ваше слово. Теперь у него есть пример того, каким образом может выглядеть его прекрасная жена, если у нее есть достойная одежда. Понимаете, есть сотни праздников, вот какие угодно. Если вы хотите видеть жену в красивом платье, вам нужно просто пойти в магазин, это красивое платье выбрать. А эти ваши самые любимые подписки будут вам под спорьем в отношении того, какие конкретно платья подойдут вашей жене и порадуют вас. А у вас хорошо получается. То разбеленное розовое платье, которое вы выбрали для жены, оно очень неплохое. Продолжайте в том же духе. Вы молодец. Спасибо, Эвелина. Третий выход нашей героини. Спасибо. Как вы себя носили? Как вам этот образ? Говорят, что волосы накапливают информацию. Видимо, у меня лишней информации накопилось столько, что я совершенно не пожалела, когда мне волосы отрезали. То есть мое изображение в зеркале мне очень нравится. Я надеюсь, что с лишними волосами и со всей лишней информацией уйдут все мои проблемы в жизни. Славный господин. Спасибо. Выслушаем вашего мужа, штангиста Николая. Алена, я тебя поздравляю с новым образом. Я просто заново влюбился в тебя. Петерь, ты для меня идеальный идеал красоты женской, и мне не нужны больше те женщины. Я люблю тебя. Спасибо. Ну, знаете, это оказалось не так сложно. Просто сходить с хорошим стилистом, выбрать правильную прическу, макияж, аксессуары. Верное платье, очень женственное, в стиле 50-х годов, с этими бретельками. Маленькая горжетка, хоть и не из натурального меха, но очень пикантная, очень женственная. Ну и, конечно, шпильки, что может быть лучше, что может быть женственней, пластичней, воздушней, чем такая пара лаковой, остроносой обуви. Ну что ж, а сейчас все вместе выслушаем модный приговор от защитницы народной артистки России, Надежды Бабкиной. Алена, ты в этом платье просто куколка. Знаешь, такая вот, ну, такой образ и таинственный, и загадочный, и в то же время уверенный. Вот, знаешь, буйство чувств. И Коля говорит, не надо других женщин, все ни на кого не буду смотреть. Смотри, смотри и подсказывай, и ее привлекай, скажи, не сюда. Любоваться можно, трогать нельзя. Конечно, трогать нельзя. А что такое интернет? Ты полюбовался, посмотрел направление, тенденции, скажи, иди сюда, Алена, посмотри, и так далее. Мне понравилась твоя речь, понимаешь? Ты просто молодец. Ты так сказал трогательно, что... Сказанул. Сказанул. Друзья, ведь это только утро, а ночь-то еще впереди. Спасибо большое. А сейчас модный приговор от эксперта мода Евелины Хромщенко. Ну, вы знаете, это тот как раз классический случай, когда очень простое черное платье делает значительно больше, чем яркие цвета, когда длина за коленом делает значительно больше, чем мини-длина, когда, в общем, платье, которое нельзя назвать ярким и броским, совершает потрясающий сногсшибательный эффект, и ты, наконец, слышишь от мужчины, от которого раньше не слышала длительное время чего-то позитивного, те слова, которые он должен был сказать. Вот вам эффект того, что женщина встретила свое платье. Я вам от души желаю, точно так же, как наша героиня Алена, сегодня, я надеюсь, обретет свое идеальное маленькое черное платье, найти свое. У каждой женщины оно очень индивидуально, точно так же, как макияж, точно так же, как оттенок волос, точно так же, как подбор цветовой палитры. Быть модной, быть красивой – это работа. И вам ее необходимо делать ежедневно, для того, чтобы любовная лодка не разбивалась об быт, для того, чтобы карьера шла в гору, для того, чтобы вы всегда нравились себе в зеркале, вне зависимости от того, сколько у вас килограмм, сантиметров или лет. Спасибо большое, Эвелина. Мы с вами подходим к финалу нашей утренней программы. Уважаемые гости в студии, голосуйте, дворецкие, привезите вещи на подиум. А вы, Алена, оставьте букет цветов на столе, подойдите в центр. Алена, я вас от души поздравляю и задаю вам важный вопрос. Что вам больше приглянулось? То, что ваш супруг, штангист и вы нашли в магазине, вещи справа, либо выбор от стилистов слева. Наверное, все-таки вещи справа лучше, потому что муж выбирал, и они удобнее. Позвольте с вами не согласиться. Мне кажется, что вот эти джинсы были просто... Я, пожалуй, заберу то, что мне выбрали стилисты. Все внимание на экран. 25% в пользу Алены и Николая и 75% в пользу наших стилистов. Эти наряды вам в дар от программы «Модный приговор». Сегодняшнее заседание закрыто. Мы с вами прощаемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова